ВЕСТИ ДАГЕСТАН ВЕСТИ ДАГЕСТАН Мурат Казиев также навестил матерей и жен погибших военнослужащих, проживающих в селах Аглоби и Хазар. Министр поинтересовался условиями их жизни, расспросил о социальных и бытовых проблемах, требующих оперативного решения, а также попросил озвучить мнение о качестве работы закрепленных за ними социальных работников. Решение всех озвученных проблемных вопросов семей Мурат Казиев взял на личный контроль. Всем женщинам были вручены праздничные корзины и продуктовые наборы с товарами первой необходимости. Резван Гази Магомедов посетил семью героически погибшего в ходе специальной военной операции добровольца из Махачкалы Шамиля Магомедова. Побеседовал с супругой и родными, чтобы узнать, какую помощь нужно им оказать. Мэр рассказал, что уже направлено обращение в республиканскую комиссию с просьбой рассмотреть возможность назвать именем Шамиля Магомедова школу номер 12 в Махачкале, которую он окончил. В ближайшее время планируется открыть мемориальную доску в школе. Будет также оказана вся необходимая помощь и семье Шамиля, и другим семьям махачкалинцев, отдавших свои жизни за безопасность и интересы нашей родины, отметил Резван Гази Магомедов. Конечно, тяжело супруге, детям без отца, но мы их без внимания оставим, будем всегда вместе, пока они сами самостоятельно не станут. Я у родителей жил просто. Не знаю. То есть у них тоже было? Есть какая-то возможность есть? Будет. Я же сказал, тогда тоже. Обязательно мы поможем жильем. Мы специально в фонде Сергея Лимовича, мы говорили, создадим фонд. Я там предложил Республиканскому, мы будем туда квартиры от мецената, нашим участникам давать. Он говорит, посмотрим, может, отдельно в своем городе создашься, и все верно. Давайте Республиканскому будем оттуда всем. У меня одна семья, дети где остались, чтобы она не получила, квартиры не осталось. Поэтому обязательно квартиру вас еще не беспокоиться. Все, что в наших силах мы сделаем, чтобы они почувствовали себя без внимания, это самое малое, что мы можем сделать. О том, как сейчас обстоят дела в зоне специальной военной операции, сообщает официальный представитель оборонного ведомства Игорь Коношенков. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. На Купянском направлении, в результате ударов штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии западной группировки войск, нанесено поражение живой силе и техники противника в районах населенных пунктов Берестовое, Синьковка, Крахмальная Харьковской области и Розовка Луганской Народной Республики. Кроме того, в районах населенных пунктов Табаевка, Гриньковка, Ольшана Харьковской области, Артемовка, Новоселовская и Стальмаховка Луганской Народной Республики пресечены действия 10 диверсионно-разведывательных групп Вооруженных сил Украины. За сутки на данном направлении уничтожено до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходная гаубица «Акация». На Краснолиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск Центр поражены подразделения Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Невская, Новолюбовка, Червонопоповка, Червоная Деброва, Луганской Народной Республики и Григоровка, Донецкой Народной Республики. Общие потери противника на данном направлении за сутки составили до 130 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, три автомобилей, самоходная гаубица «Гвоздика». На Донецком направлении в результате активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов оперативно-тактической армейской авиации и огня артиллерии, за сутки уничтожено свыше 180 украинских военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты, пять автомобилей, самоходная гаубица «Акация» и самоходная гаубица «Гвоздика». На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической армейской авиации и артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Углидар, Павловка, Новоселка ДНР и Новоданиловка Запорожской области. За сутки на данных направлениях уничтожено до 65 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, три бикапа, а также гаубица «Мстабе». На Херсонском направлении в результате огня артиллерии за сутки уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих, два автомобиля и гаубица «Д-30». Оперативно-тактической и армейской авиации, ракетными войсками и артиллерии группировок войск «Вооруженные силы Российской Федерации» нанесено поражение 87 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 207 районах. В районе населенного пункта Новоалександровка ДНР уничтожена украинская радиационная станция обнаружения низколетящих воздушных целей 36Д6. Также в районе населенного пункта Мемрик ДНР поражен штаб 59-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 4 реактивных снаряда систем залпового огня «Хаймарс» и уничтожены 5 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новая Каховка, Николаевка Херсонской области, Червоно-Армейская Запорожской области, Никольская ДНР и Шипиловка Луганской Народной Республики. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 398 самолетов, 217 вертолетов, 3361 беспилотный летательный аппарат, 410 зенитных ракетных комплексов, 8222 танка и других боевых бронированных машин, 1055 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4300 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8798 единиц специальной военной автомобильной техники. Патимат Магомедалеева, отважная медсестра из Махачкалы, недавно вернулась из зоны специальной военной операции. Там она работала в военном госпитале. Мама троих детей, не задумываясь, отправилась помогать жителям Луганской области и нашим военным. О поездке и о том, как сильно маму ждали дома, рассказывает Наталья Алипулатова. Совсем недавно Патимат Магомедалеева вернулась из Луганской области, где по зову сердца целый месяц работала в военном госпитале медсестрой. Работать приходилось по 12 часов в день. Видела всякое – тяжелые ранения военнослужащих, операции, кровь и все это практически в полевых условиях. У нас было самое такое тяжелое отделение, то есть операционная какая-то назвала. И вот они были тяжелые. Вначале было тяжело, а потом уже привыкаешь, когда колье зато, что там мерно, вот они все слышат. О том, что в зону боевых действий требуются медики, Патимат узнала из социальных сетей. Не задумываясь, решила – надо ехать. Подала заявку и буквально через два дня вместе с другими коллегами из Дагестана пересекла границу Ростовской области и оказалась в Луганске на СВО. Мы когда туда приехали, это был только открытый госпиталь, два отделения только были там открыты. Так как мы приехали, потом мы тоже открыли еще две отделения, там все вычищали. Дома у Патимат Магомед Алиевой на тот момент остались трое детей. Сейчас они признаются, что очень переживали за маму. С нетерпением ждали и дождались живую и здоровую. Я сильно переживала за маму. Я боялась, что может случиться, не дай Аллах, такая вещь. Из-за этого я каждый раз перед сном боялась, я всегда задумывалась об этом. Мама может уничтать и всегда начинала читать молитву, чтобы мама приехала домой. И мама приехала домой. Живая и здоровая. По возвращению из Луганской области Патимат вернулась к прежней работе в Республиканскую больницу восстановительного лечения. Здесь она трудится почти 14 лет. Встречали Патимат как настоящего героя, не скрывая слез радости за коллегу. И даже сейчас, если понадобится, хрупкая женщина с большим мужеством готова снова отправиться в зону боевых действий, чтобы помочь раненым и таким, как она сама. Свою лепту поддержку военных вносят и представители шоу-бизнеса. Известная дагестанская артистка Кристина передаст весь свой гонорар от сольного концерта, посвященного 8 марта, фонд «Все вместе». Наш концерт – это благотворительный. Все средства от этого концерта. Наша замечательная девица Кристина перечисляет фонд «Все вместе». Средства от этого концерта. Пойдем к нашим ребятам, которые сейчас в зоне СВО, на самой передовой линии. Да, чтобы они знали, что мы с ними еще поддерживаем выход так, чтобы мы с вами могли здесь сегодня пить, танцевать. Наши дети могли радоваться. Ну и... Я расскажу еще, друзья, об одной мечте. Тайная мечта, которую Кристина поведала буквально мне несколько минут назад, перед началом концерта. В ближайшее время она мечтает поехать туда, в зону СВО. И дай концерт для наших ребят. Она поддерживает, она поедет туда, чтобы я тоже хочу туда. Если поедем обязательно. Депутат Государственной Думы Нурбаганд Нурбаганда провел прием граждан. На прием пришли представители частной медицинской лаборатории, которые просят помочь с отправкой медикаментов в зону специальной военной операции. Парламентарий обещал помочь с организацией доставки гуманитарного груза военнослужащим из Дагестана. Всего Нурбаганда принял четверых заявителей с различными обращениями. Они касались социальной тематики, оказания юридической помощи, поддержки в трудной жизненной ситуации. Сотрудники отдела собственной безопасности управления Федеральной службы судебных приставов России по Дагестану регулярно проводят мероприятия, направленные на выявление фактов совершения коррупционных действий как в отношении судебных приставов, так и сторон исполнительного производства. Так, завтра с 9 до 18 часов по всем вопросам по данной теме вы можете обратиться в Республиканское управление по телефону 670131. Пресс-служба ведомства напоминает, что своевременное обращение к граждан с информацией о фактах коррупции будет способствовать искоренению этого негативного социального явления в обществе. В Дагестане началась посадка сверхранних сортов картофеля. Фермеры Хасаюртовского района уже приступили к весенним работам и ожидают хороший урожай. Так называемый молодой картофель соберут уже через пару месяцев. Что делается для того, чтобы получить экологически чистый продукт, узнавал Нурлан Алиев. Это картофельное поле самое крупное в Дагестане. 50 гектаров сверхраннего картофеля начнут давать урожай, когда другие еще только приступят к посадке. Образцовое крестьянско-фермерское хозяйство села Кокрек подаст свою продукцию на столы россиян одним из первых. Тонны клубни отправятся в центральные регионы Сибирь и Зауралия. Таких результатов добиваются соответствующей подготовкой посадочного материала, почвы и за счет удобрений. В основном органических, так что продукт экологически чистый. В прошлом году я 19 февраля начал, в этом году третий день сегодня посадки идет. Где-то 10 гектаров я планирую укрытым материалом накрыть. 10 гектаров, что хватит чуть дальше будет. Где-то рассчитывать на дне 10. Раньше созреть, раньше зайдет. Вся необходимая техника приобретена за счет субсидий. Посадка механизированная. И тем не менее, в смену тут работают более 20 человек. Это только на вид кажется, что все так просто. А на деле за техникой нужно успевать и не сбавлять темп. В этом лично убедился и заместитель министра сельского хозяйства. Посмотрите, как подготовлена почва. Какой посадочный материал. Сверхранный картофель пойдет на столы жителей нашей страны. Сила Аграрного Дагестана. Фермер Гасан Магомедов регулярно изучает новинки в сфере картофелеводства. Часто ездит по регионам. Изучил и белорусский опыт. Полученными знаниями охотно делится с другими дагестанскими аграриями, которые частенько обращаются к нему за советами и консультациями. Когда другие только будут выходить на поля, в стране дагестанский картофель пойдет на столы. Это значит реальная работа агрария Дагестана на импортозамещение. Это значит вытеснение завозного продовольствия. Это значит реальный вклад и реальная работа над решением серьезной еще и государственной программы. В этом году в Дагестане посевную кампанию предстоит выполнить на площади 225 тысяч гектаров, из которых более 20 тысяч – это картофель. В Махачкале отметили Всемирный день борьбы с глаукомой. Специалисты городской клинической больницы на площадке исторического парка провели ряд обследований и бесплатные консультации. Гости смогли оценить качество зрения, измерить глазное давление и получить рекомендации окулиста. Главная цель акции – своевременное выявление людей с подозрением на глаукому и направление их на дальнейшее дообследование в поликлинике по месту жительства. Всего в акции приняли в участии более 300 человек. Около 300 тысяч дагестанских студентов и школьников сегодня имеют Пушкинскую карту. Ежегодно на нее поступают денежные средства по государственной программе при общении молодежи к культуре. Вот только не все пользуются ими по прямому назначению. Тему продолжит Магомед Баширов. Дом музея Гамзата Цатасы. Здесь аура поэзии, уважения и любви. Здесь воспитывался Расул Гамзатов. Небольшой очаг, вокруг которого собиралась семья и комната для молитвы. Таким гость видит первый этаж музея. А второй – это кладезь мудрости, где хранится все, что имело отношение к творчеству Гамзата. Все сохранилось в первозданном виде. И самое главное – рабочий стол и стул писателя. Каждый раз, когда подхожу к этому столу, я вспоминаю историю, которую рассказывал Расул Гамзатов. Он говорил, что даже будучи приклонным в возрасте, я рабил подойти к столу отца, потому что в детстве он ему строго-настрого запрещал подходить к столу, трогать его рукописи. И поэтому, когда он сюда приезжал, тоже он с таким благоговением, естественно, говорил о отце. Двери этого дома сейчас, как и всегда, открыты для всех желающих. На витринах – произведение поэта и его знаменитого сына. Прикоснуться к поэзии горного края приходят все – от местных жителей до гостей республики. Больше всего здесь хотят видеть молодежь. С недавних пор посетить любое культурное учреждение можно по пушкинской карте, которую получают студенты и школьники. Интересна сама история. Конечно, его нужно, наверное, тоже подносить так, чтобы им было интересно. А так, я бы не сказала, чтобы они прям читают много, потому что, когда я спрашиваю, вы знаете, Расгамзат Садасы, они Расгамзат Садасы практически не читали. И я им просто цитирую какие-то, очень растяженные свои уроки жизни и так далее. А все потому, что катание на коньках и квадроциклах не поможет в познании родной литературы и культуры. А деньги с карты, которые должны быть потрачены на культуру, обходными, то есть мошенническими путями уходят на развлечения. И здесь вина не столько студентов, сколько недобросовестных туристических компаний. Много снега, кататься можно, попутешествовать, увидеть все красоты Дагестана, все хорошо. Ребятам отдых нравится, гиды и экскурсоводы довольны. Вот только районное руководство культуры не очень. Тут дело даже не в том, что оно против развлечений. Карта изначально придумана, чтобы духовно обогащать молодежь походами в кино, в музеи и театры. Какие-то предлоги, они как-то умудряются это все делать, потому что обходят все вот эти культуры учреждения и вот так уходят эти бюджетные деньги на сторону. Обладателями пушкинских карт в Дагестане уже являются около 300 тысяч студентов и школьников. Это лакомый кусок для тех, кто желает превратить культурное развитие в развлекательную. 14 марта в Русском театре состоится республиканский праздник встречи весны народов Дагестана «Возрождение». В колоритном ярком мероприятии примут участие творческие коллективы и исполнители из городов и районов республики. Зрители увидят традиционные обряды многонационального Дагестана. Радио России. Дагестан. Погода. По сообщению Дагестанского гидрометцентра в ближайшие сутки по районам республики ожидается Без осадков, местами туман, ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. В горных районах юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1-6, днем 9-14 градусов тепла. На севере республики местами плюс 19. По горным районам ночью от 1 мороза до 4 тепла. Днем 8-13, местами плюс 18. В 13 часов Махачкале температура воздуха была 8 градусов. Давление 762 мм тутного столба. Влажность 82%. В ближайшие сутки Махачкале ожидается Без осадка. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3-5, днем 9-11 градусов тепла. Вода в море 9 градусов. Наш выпуск подошел к концу. Редактор Шерипат Шульгина, звукорежиссер Мумината Алиева и я, Имара Багирова, прощаемся с вами с пожеланием здоровья и удачи. Здоровья и удачи. Да.